Добрый день всем, кто еще присутствует здесь. У нас раннее утро. Мне очень приятно, что у меня есть возможность поговорить с вами об эволюции рака. Одна секунда. Сейчас мы проверим, будут ли показаны слайды. Я посмотрю на мою групп-чат. Я работаю с различными системами. Я работаю в цитологии, работаю в сфере эволюции и в сфере канцерогенеза. Я начну и покажу самый любимый микроорганизм. Это как раз кактус. Кактус демонстрирует, как эволюция происходит внутри организма. Вы можете, вы видите, если мы посмотрим на эти формы, на эту форму, мы увидим, как клеточная пролиферация изменяет всю структуру кактуса. Мои коллеги и я, мы создали сад в Аризонском государственном университете. Мы посадили вот эти кактусы для того, чтобы общаться с людьми, для того, чтобы объяснить им, как работает, как рак происходит. Это очень прекрасный сад. О нем написали в различных журналах. Были посвящены статьи этому саду. Это тот способ, как не только ученые, но обычные люди могут понимать, что происходит в результате эволюции в сфере канцерогенеза, как клетки пролиферируют, и как это сложно для организма сохранять обычную форму. Но что удивительно в отношении всех кактусов, что восхищают, что кактусы живут очень длительное время, несмотря на вот эти мутированные формы. Также это тот способ для нас понимать, как жизнь, как мы можем жить с раком, как жизнь существует, несмотря на рак. И каково же эволюционное наследие рака? Сегодня мы будем говорить о том, как справиться, как противостоять этим процессам, когда клетки начинают эволюционировать, происходит сверхпролиферация, что происходит на уровне фенотипа, как нам посмотреть на рак с различных точек зрения, как жить с этим, а не просто пытаться искоренить рак. Еще один момент для меня очень важен, кроме этих кактусов. Нам необходимо четко понимать, что рак – это не то, что принадлежит только человечеству, только человеческому существу. Это типично для всех многоклеточных образов жизни, форм жизни. Мы не одни в нашей борьбе против рака. Все многоклеточные формы жизни, они сталкиваются с канцерогенезом. Необходимо говорить о том, как же я заинтересовалась этим вопросом, о том, как в отношении канцерогенеза, сотрудничества на клеточном уровне. Это фоновая часть моей работы. Я изучала вопрос о сотрудничестве, стабильном сотрудничестве, и как происходит процесс масштабирования, наращивания. Например, если у вас несколько людей, которые общаются друг с другом, очень легко осуществлять процесс кооперации. Но если мы обратимся к большим группам, возникает больше вызовов для того, чтобы поддержать успешное сотрудничество и кооперацию. А если у нас большая группа, что нам необходимо сделать в отношении разделения труда, производства общественных продуктов, продуктов для общественности? Все эти процессы становятся более сложными, более тяжело определять и подавлять всякие проблемы, связанные с обманом, отлыниванием. И то же самое можно применить к клеточным группам. Многие проблемы можно решить, например, если вы увеличиваете состав вашей группы от нескольких человек, которые включены в эту группу, увеличивая состав, групповой состав. Возникнут различные механизмы, различные способы осуществления повиновения различным законам, как избавиться от отлынивания. Существуют различные принципы, которые необходимо применять в данной сфере. Это моя работа в университете в Пенсильвании, с которой я закончила университет. Эволюция и поведение. Она посвящена эволюции и поведению, созданию вычислительной модели в отношении эволюции и кооперации. Сотрудничество. Простые механизмы можно применять для того, чтобы поддерживать сотрудничество. Вот такие скриншоты, очень простые модели, когда люди общаются друг с другом или когда имеются различные факторы. Как необходимо поддерживать сотрудничество на уровне всей популяции, а не на уровне нескольких человек. Когда мы говорим о многоклеточности, многоклеточность, это вопрос заключается в том, когда у нас имеется стабильная группа, когда каждый конкретный человек или клетка вносит свой вклад в успешное функционирование группы, когда мы можем справиться с отлыниванием и не обманом. Это начало моей работы в отношении эволюции и кооперации, сотрудничества, когда мы говорим о том, как справиться с проблемой обмана и отлынивания. Но в данном случае мы можем сказать о том, что можно применять более сложные механизмы. Это моя дипломная работа в отношении экологии, эволюционной биологии. Университеты Аризоны. Это не государственный университет Аризоны. Это разные локации, разные географические места. Когда я была представлена, когда я познакомилась с этими прекрасными грибневидными кактусами, я поняла о том, что посредством этой модели мы можем представить различные модели развития канцерогенеза, используя различные эволюционные модели. Затем, после того, как я начала работать в университете Калифорнии, в Сан-Франциско, в Сколе-Милле, мы начали работать в отношении вопросов эволюции и рака. И мы стали участниками международного сообщества эволюции и рака. Это небольшое резюмирование всей информации. Университет Аризоны, государственный университет Аризоны. Я являюсь участником, я веду группу, которая занимается инициативой, проектом, инициативным проектом о сотрудничестве и проблем с обманом и отлыниванием. Как же рак изначально возникает? Для того, чтобы посмотреть на это, нам нужно вернуться к истокам многоклеточности. А многоклеточность, что же такое? Это фундаментально все связано с вопросом межклеточного сотрудничества, кооперации. Для того, чтобы клетки могли контролировать процесс пролиферации, клеточной смерти. И клетки смогли создать экстрацеллюлярное окружение, когда клетки могут функционировать успешно друг с другом. Создавать механизм выделения ресурсов, которые необходимы, и вопрос разделения труда. Мы можем найти в данном случае основу многоклеточности сотрудничества на уровне многоклеточного организма. Когда происходит переход от одноклеточного организма к многоклеточному организму, рак, с другой стороны, это нарушение основных черт и функций многоклеточного сотрудничества. Основные характеристики представлены здесь для многоклеточного организма. Когда мы посмотрим на модель рака, мы видим нарушение каждого из этих функций. Также эта карта представляет другой подход к раку. Если вы думаете о том, что же я подразумеваю под обманом, я хочу четко сказать, я не говорю о том, что клетки намеренно что-то делают не так. Обман – это просто способ поговорить о ситуации, когда нарушаются совместные правила. Это приводит к преимуществу, более преимуществу тех индивидуалов, тех клеток, которые нарушают это правило. В том смысле, что если клетки кодируются в ДНК на уровне многоклеточного организма, когда механизм подавления рака или системы подавления рака сталкиваются с мутацией, когда гены, которые регулируют эту мутацию, могут привести к тому, что создается преимущество более клеток, которые нарушают данные правила мутации, могут привести к возникновению вот этого процесса клеточного обмана. И в данном случае те клетки, которые обманщики, они получают определенное преимущество. Некоторые клетки могут получать преимущество от процесса пролиферации, беря на себя все больше и больше ресурсов или это то, что делает многоклеточное тело, организм многоклеточным организмом. Что же происходит просто от того, как обман возникает? Это эволюционная динамика. Где же она вступает в игру? Клетки начинают обманывать, они начинают получать больше ресурсов, они лучше выживают, больше, быстрее развиваются, растут быстрее в будущем. Клеточная генерация внутри тела. Происходит аккумуляция все больших и больших мутаций. Это может приводить к возникновению рака и к ускорению прогрессирования рака. Мы видим, что здесь есть основания мультицеллуларной кооперации. Это очень интересная. I'm sorry. Sorry. Long channel. Would you like me to continue? Yes, please. Yes, please. And then we need to break down. Вот существует такая модель кооперации, и когда она нарушается, вот тогда и возникают онкологические заболевания. Теперь я знаю, что многие из вас знакомы с основными отличительными характеристиками онкологических заболеваний, и они, конечно, очень хорошо накладываются на эту теорию клеточного обмана, и это неконтролируемая пролиферация и выживаемость, хорошая выживаемость клеток и так далее, многое другое. И вот это нарушение регуляции, нарушение дифференциации представляет собой не то, чтобы какую-то отличительную характеристику, но это то, о чём знают все онкологи, которые занимаются диагностикой заболевания. Вот этот обман может помочь взглянуть на онкологические заболевания на разных уровнях. И в настоящий момент мы заканчиваем исследование, которое как раз более глубоко затрагивает этот вопрос нарушения регуляции в преонкологических заболеваниях. Таким образом, мы совершенно неожиданно от восприятия рака как заболевания, являющегося специфичным для человека, мы начинаем воспринимать онкологию как результат уязвимости, которая обусловлена самой природой многоклеточных организмов. И теперь мне хотелось бы поделиться с вами результатами проекта, который я выполняла совместно с... реализовала совместно с рэп-музыкантом. И он как раз... Как раз мы с ним посмотрели на эволюцию онкологических заболеваний, на эволюцию рака. И мне хотелось бы задать вам такой вопрос. Может быть, мы можем использовать какие-то из этих идей для того, чтобы создать какое-то гармоничное понимание эволюционных аспектов канцерогенеза, и для того, чтобы донести эти аспекты до широких масс населения. Мои предки были свободны. Эту память о свободе я храню в ДНК. Мой предок — это свободный эвкариот. Кормление, питание, репродукция. Ничего не делать до тех пор, пока кто-то циничный не продаст мне свою независимость. Мне стыдно быть потомком этого предателя. Я не буду сидеть всю жизнь в одной точке. Фашисты. Тело — это однопартийная диктатура. Но я могу выбраться. Я хочу распространить эту мечту о свободе среди клеток. Подумаешь, что... Ну и что, что я клетка и соматическая линия. Я буду лучше размножаться, чем жить на коленях. Всего две мутации, и я метастаз. Потому что я готов умереть в борьбе за свободу. Я буду размножаться, а не жить на коленях. Две мутации отделяют меня от метастаза. Месть клеткам-соматикам. Я чувствую синесенс. Несколько сотен в дыхании дыма. И я больше не так открыт для апоптоза. Механизм в человеческой иммунной системе. Но я настаивал. Каждая дочерняя клетка сопротивлялась. Но эволюция помогла мне. Химиотерапия. Но... Но теперь смотрите, как растет моя сила. Я пожинаю плоды. Я неутомим. Я устала от ангиогенеза. Я сохраняю анонимность. Я хитрый преступник. Я хакер системы. Я готов умереть в борьбе за свободу. Я буду размножаться, но не буду жить на коленях. И лишь две мутации отделяют меня от метастаза. Я буду размножаться, но не стану жить на коленях. Всего две мутации отделяют меня от метастаза. Ну вот так. Так что вот таким образом осуществилась месть с соматическим клеткам. Когда мы писали эту песню с моим знакомым музыкантом, я правила его текстовку для того, чтобы удостовериться, что она является полностью научной, что она полностью соответствует научным фактам. Вернемся к тому, каким образом проявляется рак в разных формах жизни. Что-то слайды у меня не переключаются. Ну ладно, выйду и зайду снова. Посмотрим, поможет ли. Ну, презентация моя зависла. Ну, может быть, потом эта проблема разрешится. А пока мы с вами давайте поговорим о... Ага, всё, и разрешилась проблема, слава Богу. Вот обратите внимание, слайд непосредственно отражает результаты моей работы в сотрудничестве с Висеншафтской коллеги в Берлине. И мы рассмотрели все существующие публикации пять лет тому назад о примерах случаев рака и ракоподобных феноменов, которые встречаются у различных форм живых организмов. И это была первая наша попытка осмыслить те факты, которые уже накопились, которые уже были давно известны. И мне хотелось бы показать вам несколько картинок, несколько слайдов, которые представляют известный интерес, как мне кажется. Обратите внимание, перед нами изображение гриба с нарушением регуляции дифференциации клеток. Обратите внимание, там трубчатая структура находится поверх шляпки, и это ракоподобный феномен, разумеется. Потеря дифференциации у нас на лицо, нарушение правильной дифференциации тканей, потери контроля за пролиферативными процессами. И мы называем такие явления ракоподобными, канцероподобными. Еще несколько вариантов. Ну, например, раковые опухоли у водорослей, зеленые водоросли. Картинка внизу. Обратите внимание, это на самом деле кедр, хвойное дерево. И вот такой нарост наблюдается на стволе дерева. Феномен, который называется фоциация. Фосциация. Стволовые клетки растений, растительные стволовые клетки, реплицируются в аномальном порядке. Каким образом многоклеточные организмы выявляют этих клеточных нарушителей, клеточных обманщиков? Существует несколько разных уровней регуляции. Некоторые являются встроенными, они существуют в каждой клетке. Разумеется, у каждой клетки, как вы... Это можно обобщить следующим образом. У каждой клетки есть определенное клеточное сознание. Клетка осознает, что у нее может быть нарушенная экспрессия генов, есть какие-то повреждения ДНК. Клетка все это чувствует, и она может договориться с системами, которые контролируют пролиферацию раковых клеток. И вот клетки коммуницируют друг с другом, они посылают друг другу сигналы. И в целом на системном уровне, что происходит, иммунная система может определять случаи аномальной пролиферации клеток и бороться с возможной угрозой. Многоклеточные организмы эволюционно возникали таким образом или совершенствовались таким образом, чтобы поддержать клетки-обманщики под контролем. И иммунная система, разумеется, может выявлять клетконарушители, которые нарушают нормальные правила межклеточного общежития. И вот так. Вот этот еще один интересный клеточный механизм, внутриклеточный механизм, который существует, это так называемый механизм ТП-53. Это центральный узел в очень сложной сети, обрабатывающей клеточную информацию, целлюлярную информацию. Чем он занимается? Он занимается процессингом информации и нужно для того, чтобы клетка могла правильно принимать решения на основе всего этого массива информации. И чтобы организм может принимать решения на основе этой информации и определить судьбу этой не вполне стандартной, не очень обычной клетки. Вот на этом слайде представлен механизм интеграции разных источников информации в системе ТП-53. Каким образом ТП-53 может выявлять нарушителей? И тут существует очень много разных механизмов. ТП-53 пытается выявить, насколько много ресурсов потребляет клетка, делает умозаключения на основе поведения клетки, общего поведения клетки. Наш сад с кактусами, наш кактусарий в Аризонском университете вдохновляет нас смотреть на онкологические заболевания с самых разных перспектив, как в ракурсе онкологии, так и в ракурсе эволюции. И мы, конечно, очень активно пользуемся различными просветительскими возможностями, которые нам предоставляет университет. С точки зрения сравнительной онкологии, одной из важнейших идей является та, что является продукт ПЕТО, так называемый, и он гласит о том, что вероятность развития раковой опухоли никак не коррелирует с количеством клеток в организме. С одной стороны, это, конечно, хотелось бы думать, что более крупные организмы имеют более высокую вероятность развития раковых клеток, но на самом деле нет. Разумеется, чем больше клеток в организме, тем, казалось бы, больше возможностей для возникновения клеток нарушителей, но нет. Но нет. Мы этого совершенно не наблюдаем. И нам это теперь хорошо известно, потому что у нас есть великолепный проект, который финансируется Национальным Институтом Рака, и мы исследуем данные очень крупной базы, сотни тысяч записей, где говорится о различных проявлениях, манифестациях раковых заболеваний, у разных видов. И руководит этой базой моя бывшая научная руководитель, доктор Хаби Бодзе, она культивирует, взращивает эту базу данных с самого начала нашей совместной работы, когда я была еще аспиранткой, докторанткой точнее, и мы собрали очень много очень интересных данных, некоторые из них я сообщу сейчас вам, некоторые опубликованы. И один из массивов, которые мы исследовали, это данные об истории биологических видов, об эволюции, и мы рассматривали их в сцепке с некоторыми репродуктивными данными. Мы рассмотрели свыше 32 тысячи особей, представляющих 215 видов. что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что вероятность заболевания раком никак не связана с размером, с количеством клеток и с продолжительностью жизни. Этот анализ был сделан нашими студентами и Валерией Харрис. Сейчас давайте подумаем, почему так происходит, почему большие организмы, они не больше подвержены раку, чем малые организмы, малого размера, потому что у крупных организмов имеется более выраженная система подавления рака. В процессе эволюции так было разработано. и поэтому у слонов имеются множественные копии гена, подавляющие контраген СТП-53, и они функционально связаны с данными копиями СТП-53. Также еще одна группа, это не наша работа, не наша команда. существует доказательство о том, что количество КОВИТ-53 увеличивается с увеличением размера организма, например, в процессе эволюции у слонов. если, например, мы сравним геном мастодонтов или геном слонов. И масса тела, эволюция массы тела также идет параллельно с увеличением количества генетических копий ТП-53. Создается впечатление о том, что имеется доказательство положительной селекции в отношении генов канцерогенеза. Это видно у дельфинов и у других животных. А в случае слонов это положительная селекция в отношении контрольных точек и селекции контроля обклеточного апоптоза. Необходимо сказать, что широкомасштабность и долгожительство, долгое существование в течение всей жизни многоклеточности развивало механизмы подавления клеточного обмана. Необходимо думать о том, что многоклеточные организмы имеют коллективное интеллект, который сохраняет и обеспечивает тот факт, что рак находится под контролем. Мы можем говорить о коллективном сознании, например, А-колонии и Б-колонии с коллективным сознанием и коллективным интеллектом и знанием, когда все происходит функционирование на более высоком уровне. И в течение последних нескольких минут я хочу обсудить вот этот вопрос. Это вопрос о будущем рака. Имеется ли у нас новое понимание рака? рака? Что производит сильное впечатление, это тот факт, что происходит набор знаний в отношении о том, что эволюционарно обусловленные схемы лечения, некоторые стратегии, разработанные для лечения рака, они многообещающие включают в себя поддержку кооперации, сотрудничество нормальных клеток, поддержка системы обнаружения клеток-обманщиков, и эта система уже существует, также прерывание сотрудничества между раковыми клетками, я сегодня не буду об этом говорить, но также существует доказательство, что клеточные раковые клетки, они взаимодействуют друг с другом, сотрудничают друг с другом, мы можем вмешаться в этот процесс, также происходит замедление процесса эволюции внутри организма, и необходимо минимизировать процесс эволюции отношения резистенции. Один из подходов, как мы можем применить, например, наши схемы лечения инфекционных заболеваний в сфере эволюции для лечения рака, это работа, которая была проведена группой ученых, Дженсен и группа ученых, что же было сделано? мы рассмотрели различные стратегии, которые используются в лечении инфекционных заболеваний с точки зрения эволюционных подходов. Наиболее важный момент в данном случае, который мы можем взять из этой работы, когда мы лечим рак, практически мы убиваем раковые клетки, но что очень важно, это предотвратить повреждение непосредственно организма, в котором развивается канцерогенез, поскольку обычно что происходит, например, если человеку дается максимально переносимая доза, как же необходимо избежать процесс разрушения самого организма и обеспечить при этом с другой стороны эффективность противоракового лечения, это очень многообещающая сфера. Если мы сможем снизить процент мутации, что же произойдет? Это замедлит процесс эволюции, это работа, которая была сделана работой группы ученых, кастадинов, применение противовоспалительных препаратов, например, тот же аспирин, например, если существует предопухолевое состояние, в случае, если мы работаем с пищеводом Баретта, как предотвратить прогрессирование заболевания и предотвратить возникновение онкологического заболевания, рака пищевода. наиболее важные инновационные подходы в лечении, которые происходят из эволюционной перспективы, эволюционного подхода, это прорыв в лечении, это адаптивная терапия, это метод был разработан ученым из Флориды, когда ученые контролируют рог опухолевый рост, обычно происходит селекция тех клеток, которые наиболее резистентны к терапии, для того, чтобы обеспечить контроль над опухолю, иначе это не будет возможно, невозможно будет делать перспективы. Так, когда мы говорим о низких дозах препаратов, для того, чтобы уменьшить опухолевую массу, сейчас существуют клинические, исследования, клинические исследования многообещающих сверху в виде тех пациентов, у которых находятся в схеме адаптивной терапии, и данный график представляет прогрессирование рака, все люди, которые находятся на адаптивной терапии в рамках клинического исследования, они выживают, общая выживаемость больше у этих пациентов. Несколько недель назад мы говорили с моими коллегами, и хорошие результаты были представлены, многообещающие результаты в отношении применения адаптивной терапии. сейчас адаптивной терапии используются у пациентов, страдающих раком в груди. В заключении я хочу сказать, что будущее многообещающее. Вместо того, чтобы умирать от рака, мы должны научиться жить с раком. и это находится в параллели с тем, что мы делаем сейчас, что рак является чертой многоклеточной жизни. Многоклеточность это самое начало жизни. И опять я хочу вернуться к этим грибневидным кактусам. Я хочу закончить вот с этой цитаты, которую я нашла у Чарльза Дарвина. И благодаря этой цитате мы дали название нашему саду. Величие жизни от самых простых начало бесконечных форм наиболее прекрасное и замечательное, когда мы посмотрим на многоклеточность. Я хочу поблагодарить людей, которые слушали мою презентацию. Хочу представить эту книгу, которая представлена справа, посвященная тем проблемам, о которых я говорила. И хочу выразить свою благодарность всем тем людям, которые помогали моей работе и которые вдохновили меня и мою группу на продолжение данной работы в отношении эволюции в онкологии. Большое спасибо еще раз всем за внимание, за время. Я с надеждой смотрю в будущее. Если вы хотите задать мне вопросы, или это будет в рамках данной секции, или по имейлу. Субтитры Продолжение следует...